Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос звучит следующим образом. Не можем найти контакт с своим молодым человеком. У меня есть плохие качества в характере, как нетерпеливости хочется все знать. Обижаюсь по пустякам. Знаю, как с этим бороться. Вроде бы у нас все хорошо, но человеку надоедает и хочет расстаться. Как научиться быть терпеливее и не обижаться. Очень люблю своего парня и вижу, что и он меня очень сильно любит. Мне такие качества мешают жить. Здесь есть несколько моментов. Во-первых, я думаю, что когда вы начинали только встречаться, ваш молодой человек прекрасно знал, как у вас есть качества, как у вас есть чувства характера. и он, я полагаю, это принял. Вот сейчас почему-то начались проблемы и трудности. То есть, на мой взгляд, отношения без изначального принятия человека, да, ну, ведут несколько в никуда. Это первое. То есть, что произошло, что молодой человек перестал вас принимать, да? Второй важный вопрос. Перестал ли он принимать? То есть, может быть, имеют место быть какие-то обиды, может быть, имеют место быть какие-то недопонимания и так далее. Дальше. Может быть, какие-то ваши качества, черты стали проявляться только в отношениях. То есть, до отношений их не было, а после отношений они стали проявляться. Вот. Если это так, тут уже немножечко другой вопрос. Тут вопрос не в принятии. А вопрос в том, как вы реагируете на ну, скажем так, некоторые обстоятельства происходят. Например, появился молодой человек и вы там стали, грубо говоря, бояться его потерять. Ну, к примеру. К примеру. Вот. То есть, тут есть нюансы. С этими нюансами нужно обязательно разбираться. Дальше. Вы говорите о том, что мешает жить. Значит, не очень хорошее качество. Вот. И, соответственно, как стать более терпеливее, да, и не обижаться. А вы это хотите для себя или для молодого человека? Не хотите ли вы измениться, чтобы его не потерять? Если так, это плохой мотиватор. Потому что вы это делаете не для себя, а для кого-то. Вот. Что касается того, чтобы быть терпеливее и не обижаться, то здесь нужно смотреть более подробно на контекст и природу подобных проявлений. Дело в том, что, например, нетерпеливость может быть связана как с темпераментом вашим, так может быть связана с некоторыми другими психологическими моментами. Вот. Как то. Тревожность. Как то. Невозможность переключить на что-то внимание другое и так далее. Болезненное реагирование на фрустрацию. То есть, человеку нужна терпеливость, когда он плохо реагирует на фрустрацию. Вот. Да, то есть, тут нужно смотреть. Что касается обид, то, опять же, с одной стороны, вас может что-то задевать. Это особенно ваше восприятие себя, которое нужно корректировать, а с другой стороны, обиды, это то, чего вы ждете от, например, молодого человека, перекладывая на него свои желания. Тут нужно вашу потребностную сферу более детально исследовать и двигаться в направлении взятия личной ответственности за нее, а не перекладывая там, как бы, на молодого человека, да, задачи по ее реализации. Вот. Молодой человек может, конечно, это делать, но именно что может, но не должен. Вот. То есть это такие ключевые моменты здесь есть. В целом у меня сложилось впечатление что молодого человека вы боитесь потерять, если это так, то, как я говорю, это достаточно деструктивный мотиватор в рамках отношений, вот, в рамках взаимодействия. Также вы пишите, что не можем найти контакт с своим молодым человеком, то есть предполагается, что он не может вам найти и выясним. Давайте поговорим про вас, как вы не можете найти контакт. Что касается того, что вам хочется все знать, то это про контроль, это про неуверенный в себе, про страх. Здесь нужно с основаниями, первопричинами вашего желания осознать, работать. Вот. Пока это вы движетесь в сторону созависимости, или любовной зависимости, точнее, правильно сказать, любовной зависимости, не созависимости. Вот. Это может довольно плачевные последствия иметь. Так начните с психотерапии самостоятельной, потом можно будет молодого человека к этому привлечь и уже работать в паре. Всего вам самого доброго, буду благодарен за обратную связь, по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. от того, это будет будет . Продолжение следует...